Солистка группы Тату Юлия Волкова приготовила для своих поклонников новогодний подарок. В декабре Юля рожает второго ребёнка. Ты не поверишь, роды певицы будут транслироваться в прямом эфире. Я хочу всё время в люди вырваться, чтобы меня все увидели, увидели живот. Личная жизнь этой звезды шоу-бизнеса похожа на бразильский сериал. В череде мимолетных романов Юлия не заметила, как стала мамой. В 19 лет певица родила дочь Вику. Переспали, как говорится, по-нашему и залетели. Это родная сестра Вики Волковой Полина. У девочек разные мамы, зато общий папа. Интересно нам с сестрёнкой познакомить. Настя Лазунина 5 лет жила в гражданском браке с Пашей Сидоровым. Ну, конечно, мы же любили друг друга. Паша Сидоров и Юля Волкова познакомились на одной из вечеринок. Их роман развивался стремительно. Настя Лазунина узнала, что её любимый изменяет ей со звездой шоу-бизнеса. Включил телевизор, была какая-то передача, и показали Пашу с Юлей. Сейчас родной сестре Вике Волковой Полине 3 года. Она редко видит папу. Учешу ему папе. Из роддома Настя Лазунина вышла уже матерью-одиночкой. Паша Сидоров переехала жить к Юле Волковой. Она тоже была беременна. А я взяла Вику просто для себя, и она моя дочка. Паша Сидоров присутствовал при рождении своей второй дочери. Он держал любимую Юлю за руку. Я не могу сказать, что была первая любовь в моей жизни. Это было просто вот увлечение. Их дочери не исполнилось и года, когда семейное счастье Волковой и Сидорова рухнуло. Остался я с ним абсолютно легко, то есть без всяких этих, он не видит ребёнка. Ребёнка другой папы. А у Паши Сидорова теперь другая, третья по счёту семья. Вася, паспорт мой, паспорт мой достань. После романа с Юлей Волковой Паша Сидоров решил жениться на неизвестной широкой публике блондинке. Почти три года он меня завоёвал. В паспорте отца двоих дочерей Паши Сидорова наконец-то появится заветная печать. Не, не, отходи, отходи, отходи. На этой свадьбе среди гостей нет ни Юлии Волковой, ни Насти Лазуниной. Паша Сидоров не пригласил в ЗАГС своих бывших. На память о нём у каждой осталась по дочери. Островляйте! Островляйте! После романа с Пашей Сидоровым молодая мама Юлии Волкова была замечена в обществе многих мужчин. Среди поклонников звезды Влад Топалов, Сергей Лазарев и Тимати. Мне это она тоже очень нравится. Все эти отношения, они не поддаются на глаз. На очередной вечеринке Юля Волкова знакомится с очередным мужчиной. Бизнесмена Парвиза Ясинова Юля влюбилась с первого раза. Нереальный секс у меня с Парвизом, а всё остальное я не знаю. Всё это было так. Это бывшая солистка группы Тути Маша Вебер. В её альбоме фотографии любимого сынишки. Это же хорошо, мне всего 19 лет. У меня уже есть такое чудо. Кого бы не родила Юля Волкова в прямом эфире, сын Маши будет её ребёнку родным братом. Отец второго ребёнка Волковой – бывший муж Вебер. Очевидно, Маша, наверное, как звали девушку, не давала ему то, что он хотел. Парвиз сделал свой выбор. Как и Паша Сидоров, ради Юлии Волковой ушёл от беременной жены. Нечего было беременеть. Маша Вебер ни о чём не жалеет. Ради мужа из счастливой семьи она ушла со сцены. Сейчас Маша планирует вернуться в группы Тути. Она уверена, их личная жизнь с Парвизом тоже наладится. Я уверена, что он ещё придёт ко мне, он никуда не верится. Но сейчас у бизнесмена новая семья и скоро родится новый ребёнок. Всегда вдвоём. Всегда очень весело. Юля Волкова лично убедилась, если у кого-то появляется счастье, у другого наверняка наступает чёрная полоса. Уводить чужих мужей и рожать от них детей входит у певицы в традицию. Редактор субтитров А.Сёмкин